Среди экспертов, ученых или просто неравнодушных к собакам людей не существует единого мнения насчет того, какую из пород собак можно считать самой опасной в мире. Но из-за частых нападений во множестве стран введены запреты на разведение, содержание или продажу некоторых пород. Основываясь именно на этой информации, мы и составили список так называемых «самых опасных пород». Поехали! Американский бульдог. Запрещен в Дании, Сингапуре и некоторых других странах. Первоначально порода появилась на юге США, где ее использовали в качестве фермерской собаки. Ее задачей была поимка диких свиней, которые могли весить около сотни килограмм и имели острые клыки. Особенностью этих собак является очень высокий болевой порог. Бандог. Слово «бандог» возникло еще в средние века и использовалось для описания крупных собак, которых отпускали с цепи по ночам для охраны частной собственности. Сегодня бандог – это порода собак, которые вывели, скрестив американского питбультильера и разных мастифов. Целью было получить собаку размером с мастифа и с нравом американского питбуля. Бандог запрещен везде, где наложен запрет на его родительские породы. Неаполитанский мастиф, или Нео, появился в Италии, где когда-то этих собак использовали в гладиаторских боях, кровавых спектаклях в Колизее. Их также использовали римские легионы в качестве боенных собак. Сегодня они чаще выступают охранниками домов. Их незаконно держать дома в Сингапуре, а чтобы завести такую псину в Румынии, к примеру, необходимо получить справку о ее психологическом здоровье. Волчья собака. Существует множество пород, полученных путем скрещивания домашних собак с волками, среди которых чехословацкая волчья собака, помесь немецкой овчарки и карпатского волка, и волчья собака Сарласа, помесь немецкой овчарки и макензийского равнинного волка. Наверное, самой известной волчьей собакой был белый клык из произведений Джека Лондона. Из-за такой смешанной крови волчьи собаки очень непредсказуемы. Они могут вести себя как домашние, так и как дикие животные в зависимости от разных ситуаций. Много раз эти собаки нападали на людей, в основном на маленьких детей, которых считали добычей. Эти собаки запрещены в Норвегии. Бурбуль В переводе с голландского название породы переводится как «фермерская собака». Ее вывели из нескольких местных африканских собак и сторожевых псов. Собаки являются отличными охранниками, они любят детей и откровенную агрессию не проявляют. Однако, несмотря на это, их все-таки запретили в Дании. Аргентинский дог Эту породу вывели из исчезнувшей бойцовской собаки Кордоба, которую скрестили с разными другими породами, включая датского дога, бордосского дога и ирландскую борзую волкодава. Ее предназначением была охота на такого опасного зверя, как пума. Порода запрещена не менее чем в десяти странах, включая Австралию, Новую Зеландию и Португалию. Пресса Канарио Это крупная бойцовская собака, выведенная на Канарских островах. Породу признали относительно недавно, в 2001 году. Тогда же собака отметилась и первым случаем убийства человека. Жертва погибла прямо в коридоре своего дома. Владельцев того пса признали виновными в совершении убийства, приговорив их к длительному сроку. Порода запрещена в Новой Зеландии и Австралии. Бразильский фило Когда-то большой бразильский мастиф использовался для охоты на ягуаров и кабанов. Прародителями породы, скорее всего, выступают мастифы. Из всех запрещенных собак это является самой непослушной. Некоторые любители ценят эту породу именно за ее агрессивность. Даже на выставках судьям не рекомендуется к ним прикасаться. Запрещена в Великобритании. Тосаину Эту породу также называют японским мастифом. Ее вывели именно для собачьих боев. В итоге получилась порода, которая умеет сражаться беззвучно и отличается повышенной стойкостью. Она не бросается на противника и не рычит, а пытается прижать его своим телом. Запрещена на Мальте, в Норвегии, Дании и других странах. Американский питбультильер Сегодня, к сожалению, питбулия является символом уголовных преступлений, связанных с собаками. А вид нападения на человека связан только лишь с плохим уходом за псом и его некачественной дрессировкой. Изначально же она разводилась вовсе не для нападения на людей, поэтому откровенной агрессии она не проявляет. Не стоит рассматривать этого добродушного домашнего питомца как смертельно опасного врага. Но, несмотря на все вышесказанное, порода запрещена в нескольких американских штатах, провинциях Канады и других странах. Хотели бы порекомендовать канал удивительные факты, фантастические изобретения и передовые технологии, феноменальные способности и природные аномалии, позитивно и, что главное, с юмором. Подписывайтесь, ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.